Привет, господа! С вами снова я, Марина Морлок. Всем привет! Я в Зеленограде. И, в общем, тут недалеко от платформы Малина, и так достаточно далеко от Зелика, если пройти, есть озеро Болотное. Ну, по сути дела, болото. Аналогичное, собственно, болоту в Солнечногорском районе. Вот аналогично Бездонному озеру, только не такое круглое, но тоже бездонное, тоже заросшее всякой травой. И, в общем, я решила просто сходить и посмотреть на это болото. Я не взяла с собой ни полотенца, ни купальник, вообще ничего, потому что вчера у меня был очень клёвый день. Я встречалась со своим любимым мальчиком. У нас был классный секос, и мы с ним ещё вечером напились. Очень-очень задорно там. У нас было три бутылки вина, в общем, и всё прекрасно. И сегодня он пошёл на работу. Сегодня утром у нас тоже был клёвый секс, после чего он пошёл на работу, потому что ему на работу надо было идти. А я решила, так как у меня сегодня последний день отпуска, поехать погулять в Зелик, в Парк Победы, ну, куда-нибудь в парк. И, в общем, пока я ехала, день выдался очень жаркий сегодня, прям вот реально жаркий день. Вот. И я решила пойти погулять в лес. И я помню, что мне ещё Настя рассказывала, что тут есть прикольное болото. То есть, я ей рассказывала про озеро в Солнечногорском районе. Она говорит, что есть аналогичное озеро в Зеленограде, в Малино. Вот. И оно называется, по-моему, Щепкинское болото. Вот. И я думала, что это реально болото. И я даже не взяла с собой ни купальник, ни полотенца, вообще ничего. Я сюда прихожу, а тут, ну, реально болото и такие тропинки через болото. А почва мягкая, наступаешь, и кроссовки у меня все наполнились водой. То есть, реально это нужно было брать с собой, ну, такие шлёпки, как я в Вертлино ездила, когда в Солнечногорский район. То есть, тут в таких же шлёпках надо было ехать, потому что... И надо было брать с собой купальник или полотенце хотя бы, потому что тут можно купаться. Короче, подхожаю к этому болоту и смотрю, в кустах стоит абсолютно голый мужик седой в очках. У него вид такой, но он вообще без одежды, я в шоке. Говорю, извините, что помешало, прохожу мимо. Ближе к воде стоит ещё один абсолютно голый мужик помоложе, худой. Вот. В общем, тут просто настолько крутое это болото в лесах, что тут люди купаются прям даже без купальника. Но, правда, на другой стороне там дети купались, а они, конечно, в купальниках. А я никакой купальник не взяла, но мне так было жарко, что я поддалась общему соблазну, и я, короче, уже занырнула пару раз в это болото без купальника. Ну, конечно, тут это самое... Теперь у меня бельё всё в болотной вот этой воде. Там много растёт растений всяких в этом болоте. Вот. Пока я сюда дошла, меня жёстко покусали комары прям за ноги. И за ноги, и за руки, и куда могли достать. То есть комары меня искусали, конечно, мощно. Я с собой взяла ни расчёски, у меня ни полотенца, ничего. Но я просто сейчас переоденусь в свою одежду, а бельё я, наверное, положу в сумку. Вот. А потом, может быть, даже и выкину, потому что оно уже такое... Ну, оно и было уже поношенное, но после вот этого болота у меня вообще там весь торф, короче, набрался в рифчик. Вот. Такая вот тема. В общем, я в последний день отпуска, у меня сегодня последний день отпуска, и сегодня уже 18 августа я успела искупаться. Закрыть, так сказать, купальный сезон. В общем, оказывается, в Зеленограде, оказывается, можно купаться. Тут есть даже такое место, именно Щепкинское болото, которое на самом деле торфяное озеро. И тут можно купаться. Ну, посмотрим, как это всё на мне отразится, но, в общем, я рискнула и я искупалась. Вот. Такие дела. Пока что вроде бы всё ок. Но кусают. И слепни, и комары, конечно, кусают жутко. Надо чем-то мазаться. А так ещё погода тёплая. Вот реально, вот всё, 18 августа ещё купаться можно. Правда, в болоте. Вот. Такие дела. Продолжение следует. Продолжение следует.